приветствуем вас уже вечером сегодня 14 апреля 2021 года мы посадили картофель успели до дождика еще так тучки приходят и дождик то сильнее то поменьше вот замечательно очень хорошо потихонечку земля увлажняется картофель в земле и тем временем к нам поступает очень много сообщений вопросов я их скомпоновала собрала просто сейчас назову и отвечу на них все сразу для того чтобы они не оставались неотвеченными тем более что у многих посадочный аппарат только-только будет начинаться сразу же несколько таких сообщений по поводу градусника по поводу измерения температуры а измерение температуры очень важно для того чтобы температуры почвы для того чтобы посадить в теплую почву картофель а не просто в мороженую землю и хочешь расти хочешь не расти может быть кстати мы раньше высаживали в феврале месяце но у нас были совсем другие зимы и другая весна так вот вернусь к градуснику вот уже несколько человек написали зачем градусник если можно задом сесть на землю если она теплая сажать картошку вообще как-то странно в наше современное время звучит задом садиться зарабатывать цистит болеть тем более сколько раз надо садиться чтобы определить она все время холодная и холодная эта почва вот такая у нас сейчас весна вернее зима перешла на весну и вот такая вот погода поэтому ребята хотите садиться заработать цистит зарабатывайте если есть в современных условиях градусник так почему его не использовать тем более обычный градусник землю закопать аккуратненько и достать и у нас есть кстати видео на эту тему далее вопросы я только кусочки а не поздно для вашего края высаживать картофель а у нас снег чего это вы такую такое видео показываете нам еще до этого долго и зачем вообще вот этим заниматься показыванием но если у вас снег не высаживайте ждите пока грунт прогреется кто же снег садит никто никогда не садил и если у вас тепло вы посадили тоже хорошо это ваш выбор вот единственное что хочу сказать нас иногда критикуют что вот бабушки дедушки и садили у них все было к сожалению у родителей не сразу все было какой-то год попадалось хорошо бабушка знала но она как-то ее не сильно слушали далеко было от нас и бывает что один год посадишь хороший посадочный материал все делали по технологии а урожая нет просто настоящие горошины маленький мелкий такой картофель был а когда уже стали изучать и особенно папа вот этим занимался доставали вот этот календарь на год и там лучшие дни для посадки определенных культур и вот тогда у них начало получаться и всегда всегда покупали этот календарь и даже выписывали какое-то издание для того чтобы иметь вот такой календарь чтобы знать когда высадить в хороший период по луне вот поэтому каждый регион определяет для себя но а те у кого снег не переживайте для вас посадка картофеля у нас уже есть плейлисты лунный календарь на май месяц на июнь будет обязательно все вся эта информация есть это испытано и опробировано далее это очень интересный вопрос где заказывали картошку что за сорта расскажите что за организация где вы все это достаете покупаете сразу же хочу вам сказать никого не буду рекламировать потому что я уже несколько раз попалась на такой ситуации когда тебе продают хороший сорт людям как рекламу а людям продают что попало и потом мне стыдно смотреть людям в глаза должно быть все правильно и правдиво я думаю что я не называю поэтому и кстати не принимаю рекламу отказываюсь от рекламы сельхоз каких-то семян и вообще пусть youtube сама определяет какую рекламу ставить но сама не рекламирую лишь бы что-то рекламировать я только то что использую это что дает результат то что в опыте показала хороший результат поэтому и удобрение все мы используем и используем то что вот за многолетним многолетним использованием вот этих удобрений каких-то вещей мы это даем следующий вопрос какие удобрения сыпали под посадку картошки это первый вопрос а второй ну и зачем эти выдумки с удобрениями надо бросить в землю дай пусть себе растет только потом копай очень интересно интересный вопрос и он нас заставил чуть чуть более рассказать и ответить на этот вопрос одни интересуются что мы ложим мы выращиваем органический картофель другие говорят зачем это ложить давайте лучше без этих всех выдумок и будем хочу вам что сказать вот уже как бы подытожив что урожай картофеля начинается сразу же после сбора урожая картофеля выкапываем картофель и сразу же идет мотоблок мы или если сухая земля увлажняем землю мотоблок измельчает землю готовить сразу же к посеву сидератов успеваем посеять два сидерата раньше конечно еще и зерновые успевали но сейчас не получается смещение вот этих времен года и вот второй даже в прошлом году сидерат он слабенький был зато первые по колено много вот это кстати начало удобрений потому что сидераты являются зелеными удобрениями очень ценными удобрениями поэтому мы их используем очень активно и каждый год что это дает сидераты не только удобрения а это и отдых для почвы а также против различных вредителей болезней используется вот мы активно используем ассаничную речку и горчицу вот эти два растения ну просто молодцы они помогают нам и усталость почвы и и ускоряется севооборота сидераты это ускоряемость его севооборотой плюс здесь очень важно зеленые удобрения чистые удобрения они же тут же нарастают и тут же их заделаешь поэтому у нас такая пушистая хорошая земля хотя суглинки у нас глина везде и сюда поэтому мы используем вот сидераты и при посадке мы вот нашли такой способ мы высаживаем под вот вы видели в лунке еще раз посмотрите это уже не один год высаживаем насыпая в лунке мясо костную муку рыбную муку кормовые дружи очень хорошие там и витамины нравится картофелю и курник который мы используем уже тоже несколько лет и он дает хорошие результаты и вот эту матрасик подстилочка очень хорошие для нашей почвы суглинк для суглинка это очень хорошо корни хорошо растут и картофель хорошо формируется и такой он ровненький красивый получается мы плюс это и дается тоже уже какое-то удобрение мы получаем таким образом и еще в течение уже вегетации мы естественно и мы будем показывать и но у нас уже есть при листе картошка картофель окучивание далее обработки защита все это мы делаем по технологии и стараемся вот это все сделать качественно органическими препаратами медицинскими препаратами из аптечки для того чтобы получить экологически чистые плоды второй хлеб он должен быть чистым он должен быть и еще один важный момент мы перестали использовать древесную золу не дает она тот эффект вот в последние годы как это было раньше использовали вот лучший эффект сейчас против грибковых заболеваний вот триходермин гаупсин фитоспорин но вот наиболее эффективно триходермин в прошлом году я просто-напросто проливала уже во время вегетации проливал грядочку вот эти лодочки где где выросла картошка вот это весь пролив ну и обработки биопрепаратами биоинсектицидами и биофунгицидами также дает очень хороший результат ну и еще один вопрос завершающий вот этот участок сколько вас занимает здесь около сотки и мы получаем обычно где-то 700 800 килограммов картофеля хорошо или плохо нам нравится не сильно там сумасшедший такой урожай мы не используем азот картофель хорошо хранится и стараемся естественно выкопать его тоже в определенные благоприятные дни и он хранится хорошо все вот эти агроприемы проводим в определенные благоприятные дни по лунному календарю и вот такой результат у нас получается я ответила на те вопросы которые мы уже получили надеюсь если будут вопросы новые мы тоже будем дальше продолжать разговор надеюсь что вы тоже посадите благоприятное время в теплую почву и у вас будет очень хороший урожай картофеля потому что это второй хлеб и он будет очень дорогим в таких условиях очень тяжело будет выращивать но мы с вами на маленьких участках уделим внимание и естественно вырастим хороший урожай второго хлеба раиса горяченко александр волик были с вами и мы прощаемся до следующего видео сегодняшний день вечерний выпуск завершён на этом пока пока всего вам самого доброго